Моя мама Швед Надежда Алексеевна, заслуженный тренер России, играла в профессиональный баскетбол, воспитала трех классных детей. Мы, мам, тебя очень сильно любим. Она упорная и трудолюбивая. Очень любит этот вид спорта. Мама знает все результаты до сих пор. Всех команд. Я вообще не смотрю ничего. Она приходит каждое утро и рассказывает, кто с кем как сыграл, кто что забил, кто что сделал. Мама, когда играла, она играла очень хорошо на падении. Забивала много очков, поэтому, скорее всего, она хотела, чтобы я тоже забивала много очков. В плане баскетбола всегда говорили, что нужно быть уверенным в себе, нужно тренироваться. Всегда подсказывали в моментах, потому что в баскетбол, в принципе, ты должен не только думать, что ты будешь делать, ты можешь продумать ситуацию, как в итоге ты будешь знать, что будет происходить потом. Любимая мама, которая воспитала, научила многому, не только меня, и Женю, и Виту. Она всегда была рядом, всегда помогала. И, конечно, мы ее очень сильно любим. Недавно, кстати, праздновали день рождения. Мы видимся каждый день, так я скажу. Они приходят гулять с внучками практически каждое утро. Они не пропускают игры, только есть там по каким-то причинам. Видимся, созваниваемся, то есть это происходит каждый день. Моя мама. Родом из французской Гвианы. Она прожила там всю свою жизнь. Работает в больнице в качестве менеджера по управлению рисками. Также она тренирует некоторые баскетбольные команды. Это классная история, потому что она действительно пыталась меня тренировать. Когда я был юн, я сказал, нет, 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 нет. Потому что она тренировала молодую команду, а я был того же возраста, и я не хотел, чтобы меня тренировала мама. Поэтому меня поставили к старшим игрокам, просто чтобы меня не тренировала моя мама. Это был мой первый год, когда я уехал из французской Гвианы играть во Францию. Мне было лет 14 или около того, и я помню, была зима, и это была моя первая зима, первый раз вдали от родителей. Затем я вернулся во французскую Гвиану на рождественские каникулы и сказал, что не хочу возвращаться. И моя мама пыталась убедить меня остаться, но в то же время она не хотела разрушать мои мечты. Она как бы давала мне выбор. Если ты действительно хочешь остаться, ты можешь остаться. Я думаю, что это был ключевой момент, потому что я был готов сдаться, фактически остаться в другой жизни. Она часто говорит, ценит то, что имеешь, и получает этого удовольствия. Чем старше я становлюсь, тем больше я это понимаю, потому что иногда ты расстраиваешься. Я не попал в эту команду, я не попал в сборную, я не забил в корзину. И она здесь, чтобы напомнить мне. Ты пришел из этого места. Это маленькое место, где никто не поднимался. А у тебя получилось, ты преуспел, и теперь ты играешь. И она сказала, смотри, теперь ты играешь за большой клуб. Все круто, расслабься немного. Не знаю, может, в этом часть успеха моих отношений с мамой. Мама моя Яченко Ирина Васильевна. Она чемпионка мира, призерка Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта международного класса, классная мама, и все. Ну, как-то сильно родители не настаивали на каком-то определенном виде спорта, поэтому баскетбол просто случайно вошел в мою жизнь и идет со мной до сих пор. Без разницы вообще было, какой будет вид спорта. Просто они были рады, что это на самом деле баскетбол. У меня хорошо получалось, физически я был ударен, поэтому мама радовалась, когда у меня все получалось. Мне кажется, без разницы, какой был бы вид спорта, и она была бы в любом случае рада. Мама, знаете, достаточно такой взрывной человек, я бы так сказал. То есть вам может показаться, что она суперспокойна, но с ней лучше не шутить. Поэтому этот характер, наверное, в какой-то степени отражался на момент соревнований. То есть можно было в сектор войти абсолютно спокойно. Ну, там 4 секунды, 5 секунд надо на то, чтобы сделать вот эту попытку по метанию. За эти 5 секунд можно было вообще миллион эмоций увидеть. А главный из них – это вот этот взрыв эмоций. Тяжело в баскетболе, на самом деле, вот именно принести вот такую вот эмоцию, потому что у нас практически постоянно надо быть хладнокровным, потому что эмоция может вывести тебя на неправильные действия. А там это как раз-таки выплеск эмоций, вот этой силы, это как раз-таки способствовало результату, наверное. Вот чемпионат мира первое место, наверное, это очень классно. Но как бы я не могу сказать, что Олимпиада – это не менее классно. Но быть призером Олимпийских игр – это дорогого стоит. То есть я думаю, что Олимпиада в любом случае будет на первом месте. Разговор о спорте мы ведем. Я выбрал немного другой вид спорта, поэтому сильно каких-то подсказок именно касательно баскетбола можно не услышать. Но можно услышать гораздо такие важные вопросы, как бы подсказки. Как себя правильно вести, как себя правильно выстраивать, как правильно условно думать, как правильно жить. Вот в этой вот ситуации. То есть они мне помогают в жизни, не в баскетболе. Хочу поздравить всех мам с наступившим Днем матери. Хочу сказать то, что все ваши дети вас очень сильно любят, всегда рядом. И знайте то, что вы для нас подарили жизнь. Оставайтесь такими же классными, добрыми, дарящими любовь и заботу для своих детей. Мне бы хотелось, чтобы мамы понимали детей и могли их отпустить, потому что иногда это лучше для всех. Я не говорю, что нужно уйти и никогда не возвращаться, никогда не звонить. Говорю, что разлука иногда помогает понять, как хорошо, что у тебя есть мама. Если вы всегда есть друг у друга, это нормально, это круто, но на самом деле иногда вы можете срываться друг на друга. Я бы хотел, чтобы все мамы поступали так же, но это трудно. Я вижу это сам, как отец. Тяжело просто наблюдать, как твой сын или твои дети совершают ошибки, ведь ты пытаешься их защитить. Делайте свои ошибки, потому что так вы учитесь и преодолеваете их, чтобы потом помочь себе. Всем мамам миром хочется пожелать, чтобы они были счастливы и всегда довольны, никогда не нервничали, чтобы дети слушали своих родителей. Они вам хотят сделать только хорошее и помочь. А может быть, вы сейчас не будете это понимать, но вы поймете постарше, когда будет вам 30 лет. Лучше сделать это пораньше. Поэтому, мама, поздравляю вас с Днем Матери, чтобы вы были счастливы, здоровы. И все у вас было супер.